Доброе утро! В эфире новости на телеканале Катунь 24. С вами я, Анастасия Борисова. И перейдем сразу к выпуску. 110 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Алтайском крае. По данным оперативного штаба, выздоровело 94 пациента. Также зафиксировано 9 смертей, 7 из них от коронавирусной инфекции. Всего же в крае 46,5 тысяч инфицированных, из них почти 41 тысяча выздоровели. Полторы тысячи человек с подтвержденным коронавирусом проходят госпитальное лечение. Кроме того, 380 пациентов с подтвержденной вирусной пневмонией находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным оперштаба, тяжелобольных 298 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 92. В Алтайском государственном техническом университете прошла очная защита научных проектов финалистов регионального этапа всероссийского конкурса «Большие вызовы». Он организован детским технопарком Алтайского края «Кванториум-22». Государственные экзамены часто выбивают старшеклассников из колеи. Им бывает сложно концентрировать внимание на множестве задач и справиться с волнением. Поэтому Ольга Парфенова, ученица 9 класса, выбрала темой своей исследовательской работы взаимосвязь стрессоустойчивости и успешности учебной деятельности восьмиклассников. Многие методики борьбы со стрессом, приведенные в ее проекте, школьница опробовала на себе. Когда начинаешь разбираться в себе, рассматривать тему, которая тебя интересует, конечно, ты сам меняешься и с чистого листа ты как будто сам начинаешь жизнь, когда пишешь этот проект. В прошлом году я не могла даже поговорить с одним человеком, а теперь уже, конечно, хоть коренки и дрожат, но выступаю перед целой аудиторией. Конкурс «Большие вызовы» собирает все больше школьников седьмых-одиннадцатых классов. В этом году члены жюри рассмотрели около 70 работ из пяти городов и 15 районов края. Участники обращаются к широкому спектру тем, охватывающих практически все стороны человеческой жизни. Это события Великой Отечественной войны, жизнь пчел и даже прокрастинация. В финал конкурса вышли 24 автора. Качество подготовки увеличивается. Практически на каждого ребенка есть не только руководитель, это педагог по какому-то предмету, но еще и консультант из вуза обязательно, доктор или кандидат наук. Поэтому работа очень качественная. Они включают и математическую обработку серьезную, статистический анализ, опытные экспериментальные работы. Победители регионального этапа будут претендовать на участие в общероссийской научно-технологической программе «Большие вызовы». Ежегодно ее проводит образовательный фонд «Талант и успех» на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи. Юлия Шеламова, Михаил Лифуншан, Новости. Сегодня в Государственном художественном музее Алтайского края пройдет лекция «Русский испанец Пабло Пикассо» в России и СССР. На ней слушатели узнают, что могло объединять испанского художника, живущего во Франции, и Советский Союз. Этот художник никогда не был в России, но был женат на русской балерине Ольге Хохловой и дружил с композитором Игорем Стравинским. А русские коллекционеры сформировали в Москве уникальную коллекцию его работ. Впоследствии она повлияла на развитие русского авангардного искусства. Встречу проведет научный сотрудник музея Виктория Крылова. Начало лекции в 14 часов по адресу Максима Горького, 16. Всей семьей идем в музей. Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая подготовил программу выходного дня. С часу до двух часов дня пройдет обзорная экскурсия по постоянной экспозиции. Театральная история Барнаула, 1920-80-е годы. В ней представлены материалы музейного фонда, раскрывающие главные события театральной истории Барнаула советского периода. С 15 часов до 16 пройдет просветительная программа «Плат узорный» из цикла «Истории домовенка». Она посвящена женскому головному убору, символу национального наряда. В ее основе обзор коллекции платков из фондов музея. В это же время пройдет музейно-концертная программа из цикла «Музыкальные встречи в Белом зале». И на этом я с вами прощаюсь. В студии была Анастасия Борисова. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru. Не переключайтесь и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова